Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы TECMIL. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня четверг, 18 марта, представляю вашему вниманию торговый план по парам с австралийским и новозеландским долларом. До последнего времени эти пары находились в состоянии коррекции после достаточно длительного восходящего тренда и сейчас появились некоторые признаки, которые могут свидетельствовать об окончании этой коррекции и возобновлении основного тренда. Но сигналы пока что слабы, так что надо быть осторожным. Итак, давайте посмотрим подробнее. Ну и вот австралийский доллар немного подрос, но целевой зоны пока что своей не достиг. Сценарий еще не реализован, но предпосылки для его исполнения пока что сохраняются. С момента последнего обзора пара сначала немного снизилась, правда немного не дотянула до сигнального уровня на 0.7677, после чего несколько подросла, однако пока торгуется на полпути к целевой области. Пока что предположения о вероятном начале роста находят свое подтверждение. Пара показывает стремление вырасти, но уверенного импульсного движения еще не видно, что наталкивает на мысль о том, что перед нами локальная восходящая коррекция. Тем не менее, вероятность еще немного подрасти все еще сохраняется. Ну а вот на актуальном графике сейчас подтверждением намерения на возобновление роста могло бы стать закрепление в текущей зоне с возможным ретестом уровня 0.7734, где ожидается основная поддержка. В случае последующего отскока от нее есть шанс на развитие импульсного движения с достижением целевой области между 0.7894 и 0.7934. Отмена сценария состоится в случае дальнейшего снижения и закрепления ниже разворотного уровня на 0.76777. И вот темп роста в новозеландском долларе достаточно сильно убавился, и пара по сути ушла в боковик с небольшим восходящим уклоном. С момента прошлого обзора пара успела дважды опуститься к зоне поддержки на 0.7177, откуда каждый раз отбивалась, пытаясь начать восходящее движение, однако импульсного моментума особо не наблюдается, так что целевая область пока что не достигнута, сценарий еще не реализован. При этом прежний сценарий на восходящее движение пока что не отменен, во всяком случае сигнальная зона сейчас подтверждена, пара вероятно закрепилась над поддержкой и имеет все шансы на возобновление роста, поэтому ожидания по росту остаются все еще актуальными. И вот собственно на актуальном графике подтверждением намерения на продолжение восходящего движения станет способность цены закрепиться в текущей области с вероятным ретестом уровня поддержки, ожидаемой на уровне 0.7177. В случае последующего отскока из этой зоны с формированием заходного импульса, пара может нацелиться в область между 0.7354 и 0.7390. Отмена текущего сценария состоится при продолжении снижения и закреплении ниже разворотного уровня на 0.7130. И на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев, и это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске. Субтитры подогнал «Симон»